всем здравствуйте меня зовут лариса подлегаева я рада приветствовать вас на своем канале видео сегодня будет балкологическое и я приглашаю вас в свою компанию взять вязание в руки и посидеть со мной повязать сегодня я буду отвечать на вопросы тега который называется 21 вопрос увидела я его на канале у юлии неминской и это канал о вышивке итак вопрос первый любите ли вы разговаривать с попутчиками в поезде или самолете но самолете летала во взрослой жизни всего однажды поездом детстве очень часто ездила мы жили в украине и приезжали сюда в ростовскую область на дон к родственникам и поездом я довольно частенько путешествовала и также еще и на метеорах или ракетах по дону но вот общаться с попутчиками я не люблю не знаю как то с незнакомыми людьми мне тяжело о чем-то разговаривать если конечно меня спросит там дорогу или ну какой-то точный вопрос если я знаю смогу помочь что я отвечу а вот так вот когда бывает вот там вот разговорился с попутчиком нет я не тот человек который разговорится с попутчиком я предпочту либо музыку слушать в наушниках читать ну или конечно последнее время вязать вот ну и я уже не помню когда я вообще пользовалась общественным транспортом мы все время с мужем на машине куда-либо перемещаемся что по городу что куда-то далеко ну дальше 300 километров собственно говоря я уже давно никуда не ездила а вот повторюсь что в детстве мы очень часто ездили с украины сюда на дон и меня поражало сколько моей мамы знакомых как я тогда думала когда мы сидели в зале ожидания ждали метеор или поезд то мама часто могла разговаривать с людьми я как-то не спросил откуда ты знаешь эту женщину одна говорит не да я я не знаю но ты же с ней так долго разговаривала ну то просто попутчица вот я думаю что ну не знаю мне кажется это либо дано человеку либо нет вот моя мама она запросто может разговаривать с чужим человеком и будет разговаривать так долго я не знаю чем так можно обеседовать с чужими людьми я нет я затворник в этом вопросе второй вопрос ваш любимый цвет вот мой любимый цвет желтый зеленый красный я люблю яркие цвета люблю сиреневые оттенки все не знаю вот такие какие-то мягкие нейтральные такие цвета мне как-то не очень нравится а вот такое все яркое я очень люблю у нас даже когда дети были маленькие но еще жили с нами то мы делали ремонт комнате и нас там зеленые обои и мебель зелеными вставками и люстра зеленая то есть у меня прям бывает периодами вот я прям сильно люблю зеленый цвет и все было зеленое дети уже давно с нами не живут но комната все еще зеленая потом был такой период я захотелось мне почему-то красные обои на кухне ну не знаю вот я наверное такой человек контрастов люблю все яркое следующий вопрос какой сказке вы хотели бы оказаться ну я не знаю какой сказке я хотела бы оказаться а любила я в детстве в детстве сказку три орешка для золушки это чешский фильм такой вот именно фильм мне нравился и там такие песни красивые были и конечно же наверное как и каждая девочка мечтала найти этих три орешка и загадать три желания не знаю какие бы я их загадывала когда в детстве но это была моя любимая сказка а потом еще любила в детстве фильм приключение маши и витя нами так называлась эта сказка мне вообще было совсем мало лет наверное может быть лет шесть и сказка начинается праздника с утренника новогоднего и вот маша и витя они раздвигают лапы и вот и ели украшены и заходят туда и попадают сказку там снимается боярские гурченко вот и вот я помню что в детстве меня завораживал вот этот момент когда витя с машей раздвигает зеловые ветви и попадает сказку наверное дети все хотят попасть так следующий вопрос о чем думаете перед сном проще спросить о чем я не думаю перед сном думаю анализируя что я сделала сделали сделали я сделала ли я все что наметила потом вспоминая что мне нужно делать завтра обычно я очень часто пишу список себе что мне нужно сделать но последнее время почему-то я не не веду такой список потому что не получается его выполнять что вот я напишу а потом начинаю сверять вечером получается что я делала совсем другие дела они те которые мне были записаны и вот поэтому я пока что не пишу списки а вот так вот вечером я обдумываю что мне нужно завтра сделать и вот под эти мысли я и засыпаю так пятый вопрос как вы подавляете свою злобу ну злобу это прям так жестко сказано я бы сказала как злость наверное заменила бы словом но может быть разница не сильно большая но например если у меня что-то не получается конечно же я излюсь и тогда я иду на кухню и готовлю пеку блины и пироги и торты не знаю просто что-то готовлю то есть я иду туда где у меня все получается то есть я испытываю какой-то дискомфорт от того что у меня что-то не получается например это я пытаюсь освоить этот инстаграм снимать stories и писать тексты мне это очень тяжело все дается и когда я уже все разозлилась и я уже не могу не вязать ничего такого делать мне нужно выпустить этот пар куда-то и я иду на кухню вот здесь я как рыба в воде и тогда я начинаю что-то выпекать меня это успокаивает потом я еще могу послушать музыку в наушниках громко вот когда мне такой дискомфорт какой-то то мне нужно послушать музыку в наушниках именно громко это недолго но вот тоже получается и таким образом снимаю стресс шестой вопрос чье мнение имеет для вас значение в первую очередь это мнение моего мужа и моих детей вот а если например ну это вот если касается например каких-то жизненных ситуаций а если это касается например вот вязание да то что в чем не дети не могут подсказать и муж тоже то я обращаюсь к своим девочкам вязальным подружкам вот и на их опыт и вкус я полностью могу положиться а вот именно по жизни это муж и дети к их мнению я прислушиваюсь в первую очередь седьмой вопрос где вы хотели сейчас оказаться нигде я нахожусь там где я хочу быть а вот другой вопрос что я бы хотела кто бы сейчас со мной рядом оказался вот это уже другая постановка вопроса и более для меня подходящая потому что я люблю быть дома и я люблю когда все дома вот я как-то ворона счастье это когда у тебя все дома но к сожалению муж на работе сейчас дети уже выросли живут в других городах и довольно редко бывает у нас это нормально вполне естественно но вот именно что я не хотела бы где-то оказаться я люблю быть дома я люблю свой дом я люблю свою кухню а вот хотела бы чтобы близкие были со мной почаще дома так следующий вопрос что для вас важнее ум или красота мне кажется что одно без другого невозможно если у человека нет ума то он не может создать красоту не 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 вокруг себя не на себе скажем так если у него нет вкуса поэтому мне кажется одно без другого невозможно если например ну как вот говорят вот за что вы там полюбили человека то есть не не в красоте и счастье да но в первую очередь мы сначала то все-таки смотрим на внешность человека реагируем на внешность а потом мы уже узнаем его как человека и либо остаёмся с ним либо нет поэтому внешние данные они имеют большое значение но опять таки повторюсь что если у человека нет ума то и красоту он не сможет ни создать ни поддержать ну вот такой вот мой ответ девятый вопрос как вы мечтаете встретить старость спокойно я мечтаю встретить старость спокойно и в том плане что я не сильно зациклена на своем возрасте мне в этом году будет надо вспомнить сколько мне будет мне будет сорок восемь лет это не потому что я не умею считать это потому что я Я, еще раз повторюсь, я не зациклена на своем возрасте, и мне нужно напрячься и вспомнить, сколько мне лет. Я не ощущаю себя на свой возраст. Вот так будет правильно. Хотелось бы и дальше сохранить вот это состояние такой души. Ну, а вообще, конечно, не знаю, хочется встретить старость вместе с мужем, дожить до глубокой старости, умереть в один день и не быть напрягкой в тягость своим детям ни в материальном плане, ни в физическом. То есть быть самодостаточными и самостоятельными. Десятый вопрос. Какой момент в вашей жизни вы хотели бы повторить? Ну, конечно, все приятные моменты, их всегда хочется пережить еще раз. Это, наверное, и бракосочетание с мужем, и рождение детей, какие-то другие еще радостные, яркие события. Часто их вспоминаешь, как-то все это перевариваешь опять в голове, все эти эмоции переживаешь. Конечно, всем, думаю, хочется пережить еще раз какие-то приятные и волнительные моменты. Двенадцатый вопрос. Так, одиннадцатый вопрос. Какое значение для вас имеют деньги? Для всех деньги имеют большое значение. Правильно говорят, счастье не в деньгах, а в их количестве. Потому что деньги, к сожалению, диктуют нам все. Они дают возможность нормально жить, поддерживать свое здоровье. А отсюда, если нет здоровья, то это вообще-то да. Это самое плохое, что может быть, когда отсутствует здоровье, когда слабое здоровье. А поправить его или сохранить без денег невозможно. Поэтому деньги имеют большое значение в нашей жизни. И люди, которые говорят, что для них деньги не важны, я думаю, они лукавят. Деньги очень важны. Потому что вот даже элементарно. Меня очень радуют такие вот цветы в комнате. Они стоят у меня на кухне, на балконе. Но это все стоит денег. А это положительные эмоции для меня. Положительные эмоции – это значит хорошее настроение и у меня, и у домочадцев. И это хорошие эмоции, настроение влияет и на здоровье напрямую. Но это все деньги. Все завязано на деньгах. Поэтому деньги имеют большое значение. Денадцатый вопрос. Как вы выглядите по утрам? Мне кажется, хорошо. Я совсем не пользуюсь косметикой. Поэтому мне не нужно утром просыпаться и наводить марафет. Не знаю, я и не умею этого делать, и не особо люблю. И считаю, что... Ну, в свое время я не научилась. Но, в принципе, мне не нужно с помощью косметики, знаете, вот что-то сильно изменять на своем лице. Не знаю. Я, слава богу, дожила до того возраста, когда я стала сама себе нравиться. Поэтому я утром выгляжу превосходно. Так, следующий вопрос. Если бы вы были ученым, что бы вы изучали? Я очень любила историю в детстве. Вот, может быть, историю бы я изучала. Но не уверена. Четырнадцатый вопрос. Какая ваша серьезная покупка? Ну, если так вот брать по жизни, какая серьезная покупка, то вот наши серьезные покупки с мужем, это покупка жилья и покупка автомобиля, наверное. Вот, наверное, так. Если бы вы были невидимкой, что бы вы сделали? Вот я тот человек скучный, который вот на такие вопросы никогда не отвечает и не знает, что ответить. Ну, не знаю. Я не знаю, что бы я. Подглядывать бы за кем-то, я не стала. Подслушивать тоже. Я по натуре такой человек, что люблю сама говорить все в лоб и люблю, когда и мне так же говорят. Поэтому, наверное, мне невидимка не нужна. Шестнадцатый вопрос. Каким образом вы доказываете свою правоту? В последнее время я поумнела и перестала это делать. И я стараюсь остаться при своем мнении. Есть такие вопросы, которые, мне кажется, бесполезно доказывать правоту. Когда бывают такие ситуации, когда правы обе стороны или, не знаю, сколько участвует в форе, три-четыре стороны и правы все, потому что у каждого своя точка зрения. Но я же говорю, что в последнее время я дошла до той стадии, когда я перестала доказывать правоту и остаюсь при своем мнении. Семнадцатый вопрос. Что бы вы загадали, если бы у вас было три желания? Я бы перефразировала. Что бы вы загадали, если бы у вас было три орешка для золушки? Ну, не знаю, что бы я загадала. Если отвечать серьезно, то, конечно, здоровья и благополучия всем своим близким. А если отвечать в шуточной манере, то, наверное, нескончаемых запасов пряжи, нескончаемое количество заказов, клиентов, не знаю. Так, восемнадцатый вопрос. Как вы относитесь к религии? Я к религии отношусь очень серьезно, поэтому стараюсь эту тему мало затрагивать. Но, скажу так, в церковь я не хожу, и на этом, пожалуй, все. Девятнадцатый вопрос. Чем вы занимаетесь длинными зимними вечерами? Ну, а как вы думаете, чем же я занимаюсь длинными зимними вечерами? У нас сейчас на дворе 22 февраля 2022 года, и время без пятнадцати десять вечера. И что же я делаю в этот зимний длинный вечер? Я вижу, конечно же, и делаю это с большим удовольствием. И еще и отвечаю на вопросы, снимаю видео. Мне тоже это доставляет удовольствие. Так, двадцатый вопрос. На что вы потратите свой первый миллион? Ну, даже не знаю, на что я потрачу. Ну, если бы, наверное, было бы два миллиона, то можно было бы потратить на какую-то маленькую недвижимость, да, чтобы сдавать ее и иметь пассивный доход. А миллион, ну, как бы это ни звучало, да, ну, что сейчас так миллион? Даже однокомнатную квартиру не купишь за миллион. Поэтому я даже и не знаю, что бы я сделала с миллионом. Маловато будет. Двадцать первый вопрос. Вы когда-нибудь хотели жить заново? Ну, вот, не то что заново. У меня есть такая не очень хорошая черта, мне кажется. Я часто люблю оборачиваться назад, но я борюсь. Я борюсь с собой изо всех сил. Но есть у меня такая черта – оборачиваться назад и думать. А что, если бы? Если бы, например, я сделала не так и вот так, если бы… Ну, и вот, ну, вы поняли суть, да? То как бы дальше повернулись события, как бы все произошло? Вот, поэтому, да, очень такой интересный вопрос. Но нет, жить заново, полностью жить заново, нет, я бы не хотела. А вот, оборачиваясь назад и какие-то поступки, наоборот, совершить или не совершить, да, иногда хочется. Интересные такие вопросы, необычные, нестандартные. Вот, и мне захотелось ответить на них. Надеюсь, вам было интересно меня послушать. И я связала вот такую вот повязочку на шапку. Сейчас закрою петельки, спрячу ниточки и отправлю ее в стирку. Спасибо всем за просмотр. Всем добра! Спасибо. 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 Спасибо.